Григорий Викторович, были слухи о том, что районные советы собираются ликвидировать. Правда ли это ваш комментарий? Вчера в Одесской областной администрации было расширенное собрание. К нам приехали депутаты Верховной Рады, головы комитетов, которые отвечают за местное самоуправление, за реформы, за различные вопросы в этой сфере. При губернаторе Одесской области, при голове областного совета, при всех голов районных советов и голов администрации, также буретбата областного совета, мы ожидали услышать, как обстоят дела с принятием закона о государственных администрациях и о полномочиях, о бюджете районных советов. Почему мы это ждали? А ждали мы этого, я вам скажу, уже ждем почти год, потому что реформа децентрализации прошла еще в прошлом году. У нас произошло укрепление районов. В Одесской области, вы знаете, их осталось всего семь. У нас уже нету сельских рад, у нас все территориальные громады. Но до сегодняшнего момента нет закона об государственных районных администрациях. Есть конституционный орган, такой как районный совет. Но районный совет сегодня из-за децентрализации лишен полномочий и лишен бюджета. Все имущество, которое было раньше при районных советах, это больницы, школы, коммерческая недвижимость, базы отдыха, они все по какому-то чудесному желанию должны перейти в громады. Потому что якобы у них бюджет, они будут их содержать и все остальное. И вот эти проблемы, с которыми мы сталкиваемся уже на протяжении полугода, мы думали на эти вопросы получить ответы от дебатов Верховной Рады. Первое, что меня удивило, что на этом собрании не было ни одного дебата от Одесской области. Ни одного. Это были дебаты Реформной Рады Львовской области, Киевской области. Вот они приехали нам разъяснить, что там будет, какие будут законы приниматься. И сразу же мы услышали, что не будет у вас бюджета в районных советах. И вообще районные советы, они как бы в ближайшее время не будут существовать. Ваша миссия передать имущество и, наверное, вы будете ликвидированы. Ну, эта информация действительно привела небольшое замешательство, потому что мы хотели услышать ответы на вопросы. А эта информация немного шокировала присутствующих. Некоторые даже головы районных советов просто покинули зал, им это стало неинтересно. Ну, а потом потихоньку, как знаете, после холодного душа, начинаешь уже включаться в процесс, начинаешь анализировать, что это было сказано. Но потом выяснилось, что это просто мнение какого-то депутата Верховной Рады, возможно, их там несколько, которые в Киеве сидят, которые в своей жизни еще ничего не делали, ни за что не отвечали. Но вот они позволяют себе высказываться, что мы ликвидируем районные советы. Районные советы – это конституционный орган. Для того, чтобы его ликвидировать, нужно внести изменение в Конституцию. А для этого нужно 300 голосов. Понимаете? Что такое районный совет сегодня? Это тот орган, и после укрепления районов, для того, чтобы ты стал депутатом районного света, ты должен был пойти выборы по всему большому району. Это 200 тысяч населения. Вот, допустим, на примере Белого-Ганесовска – это 200 тысяч населения. Уровень депутатов районного света гораздо выше уровня депутатов ОТГ. И немножко не дотягивает до уровня депутатов областного света. То есть это люди, имеющие какой-то опыт, которые неоднократно уже были депутатами города, района, маленького. Это люди имеют опыт. И сегодня вот кто-то там сказал, и пошла информация, и уже обсуждается бурно, что зато не будет районного света. Зачем это говорить? Районный совет будет. Он будет работать. Просто вместо того, чтобы мы услышали ответ, когда у нас будет бюджет, вот нам сказали такую вот глупость. По-другому это не назовешь. А мы должны услышать от власти, от Киева, от Верховной Рады, когда у нас будет бюджет. И с чего он будет состоять. Потому что сегодня то, что у нас прописано в Конституции, районные советы наполняют свои бюджеты сегодня, пока. За счет сдачи в аренду коммунальную собственность, которая есть в районных советах. И деятельность, прибыль от деятельности коммунальных предприятий. Все. Но если начинаешь это все анализировать, и тебе говорят, что ты должен это все имущество, коммунальную собственность, должен передать в ОТГ, то как ты будешь наполнять районный бюджет, если ты должен все имущество передать? Второй момент. Какая может быть хозяйственная деятельность коммунального предприятия, если у нас нет имущества, в котором расположить тот или иной орган, структуру и так далее. Мы должны районный совет, имея сегодня множество объектов, мы должны его передать, а потом пойти в аренду. И возникает вопрос, что это за орган, районный совет, который должен как на базаре открывать торговые точки, и должен продавать, что, картошку, для того, чтобы наполнить свой бюджет, для того, чтобы выплатить зарплату земельщикам, юристам, людям, которые занимаются последневной работой, связанной с написанием программ, принимают решение сессии. Мы понимаем, как это было обсуждалось, и я думаю, что так оно и будет. В ближайшее время пойму такой закон, что районы советы, совет бюджета ОТГ, бюджета района и бюджета области, он будет разграничен. Статьи доходов и проценты от поступлений, львиная доля, конечно же, будет у ОТГ. Какая-то часть поступлений от уплаты за землю, от ПДФО, будут маленькие проценты, будут от общей суммы в районе, будут идти на бюджет района. И остальное это будет областной бюджет. Почему это правильно и так необходимо? Потому что, понимаете, когда заинтересован в поступлении налогов только один орган, а ему никто не помогает, не содействует, то он брошен сам на себе, потому что сегодня даже налоговая инспекция, она только занимается НДСом. Их не интересует плата за землю, туристический сбор, ПДФО, их вообще-то не интересует. Они занимаются НДСником. А когда вот районный совет будет заинтересован в каком-то проценте от какого-то налога, они будут всячески способствовать и будут конструктивно работать с ОТГ, это уже побольше собрать налогу. А побольше собрать налогу, тем деньги будут и в районном совете. И областной совет, это через районный совет, через ОТГ, будет наполнять и свой бюджет. Вот такая должна быть связь. А у нас, смотрите, вот 28 лет у нас проходят реформы, и 28 лет становится хуже и хуже и хуже. У меня, как у человека, который работает в местном самоповедении на самом нижнем уровне, у меня возникает вопрос, если мы делаем реформы, что она должна начаться? Вот так меня учили в институте. Мы должны изучить проблему, разработать один путь ее решения. Не 28, а один путь. Вот этот путь решения должны быть финансы, должны быть специалисты, должны быть ресурсы. И мы должны видеть свет в конце туннеля, что мы должны получить от этой реформы. На протяжении этой реформы, понятное дело, что надо ее контролировать и отслеживать, куда мы идем. Не сбились ли мы с пути, пока мы начали делать реформу. И в конце мы должны подвести итог. Мы изменили ли ситуацию, мы исправили проблему или нет. А так у нас одни начинают реформу, другие ее якобы ведут, третие ее принимают. И в итоге у нас все эти реформы приводят к тому, что мы сейчас договорились, что мы должны ликвидировать районный совет. У меня возникает вопрос. Как ОТГ будет взаимодействовать с областным советом? Через какой орган? Ну как? Сегодня голова областного совета физически или губернатор районной области физически просто пообщаться по телефону с 91 громадой в месяц не сможет. И чего должен губернатор или голова областного совета общаться по вопросу благоустройства фонтана, тротуара какого-то, ремонта школы в ОТГ? Это вопрос исключительно местных органов власти. Областная власть должна заниматься глобальными вопросами. Мы сегодня, к сожалению, из этой реформы, которую просто вот так вот провели, кинули, сегодня районный совет имеет не просто права, это их прямая обязанность принимать у себя на сессии программу социально-экономического развития, стратегию развития района и так далее. Ну, благодаря этой реформе мы не можем сегодня принять эту программу. И, чтобы вы понимали, не только ее нет в Белгородском районе, ее нет нигде. Почему? Потому что программу район не может принять без программы развития ОТГ. А ОТГ не имеет специалистов для написания этой программы. Как районный совет может фантазировать, что нужно в этой громаде сделать? Нет, громада должна своими специалистами все разработать. Районный совет своими специалистами смотрит, нет ли там ошибки в чем-то. Возможно, какой-то есть альтернативный путь решения проблемы. И потом это все обобщается, структурируется и уже принимается районная программа социально-экономического развития. А областной совет собирает 7 программ со всех районов Одесской области и принимает уже концепцию развития Одесской области. Вот за такие сплетни, на такую дуристику нужно нести ответственность, действительно персональную ответственность нужно нести. И сегодня я хочу всем своим коллегам сказать, что районные советы они будут, они будут работать. И сегодня таких советов в Украине, чтобы вы понимали, 134. А в каждом совете от 30 до 40 до 50 человек. Если мы это все суммируем, это 5 тысяч людей, которые получили доверие от своих избирателей. А учитывая то количество голосов, которые получили деплаты районных советов, а это некоторые получали 800, 1000, 1200 голосов, даже некоторые 1500 голосов, чтобы стать депатом районного света, то это люди, которые могли спокойно выиграть выборы любого ОТГ у нас в районе. Это люди, которые могли сегодня спокойно управлять громадами. Но они поднялись на ступеньку выше для того, чтобы управлять районом и свой опыт использовать более рационально. Я уверен, что это сплетни. Это неправильно, потому что все-таки там есть другое мнение. Я общаюсь с другими депатами Верховного света, в том числе и в Одесской области, которые говорят, что будем голосовать. И те проекты решения, которые есть сегодня в Верховной Раде, а это не просто проекты решения, это уже те, которые уйдут второе чтение, уже прошло первое чтение, и там слова за ликвидацию районных советов не существует. Там просто сегодня идет диалог и общение источники наполнения бюджета в районных советах. Понимаете, вот здесь такая народная мудрость. Не вовремя принятое правильное решение является очень большой проблемой. Потому что ты можешь правильное решение принять через 10 лет, а за это время уже оно никому не нужно. Поэтому наша задача властей, начиная от самой маленькой, заканчивая самой высокой, вовремя принимать правильные решения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова